мы с вами друзья в санта-круз недалеко относительно от океана тут на самом деле почти всюду недалеко относительно от океана и вот open house вот вот это вот в этот домик ну пойдем посмотрим поближе мы попросим светлану взять flyer и ничего не знаем ничего не знаем кто просто едем а тут продают два бедром один бас 870 скверфутов совсем маленькое что-то как через скворечник да ну так манесенький да 675 тысяч всего на всего друзья посмотрим что можно купить за 675 тысяч а землицы сколько там землицы про землицы вообще не сказано да ну пошли посмотрим дом этот стоит на углу тут вот улочка поэтому они говорят что у него там типа 6 соток земли но на самом деле земли там вообще практически никакой нет ну то есть сказать что у дома есть земля это сильно ввести заблуждение ну то есть вот есть то что вот вот тут видите вот тут а так в общем ничего больше нет вот мы проходим тут сбоку вы видите сколько тут земли соседи сверху взять как они тут нависают неслабо да и это не дом для жизни как говорит светлана это дом на перестройку так называемый фиксер аппарат сейчас по двору ходим вот тут такая сыраюшка внутри она даже не не имеет воды а так только вот но электричество есть ну да да а русские вот если здесь посмотреть вот тут она просто прогнившая дырка но это такой грубый такой сарай несчастный это даже может быть не дерево фонировка фонировка ну может быть это сдавалось когда-то я не думаю что в таком виде это можно сдать кому-то но это действительно такое место где слушай карпет карпет вообще новый свет ты посмотри карпет практически новый они положили новый карпет в такое страшное место может быть летом сдается даже не знаю не знаю кому сдается и за сколько сдается да так такое ощущение что этот гараж или этот не гараж на помещении а более столи webpageONY сша и там страницы страницы вместо смартфона расти мордасть это все на полный снос и перестройку но если пора с ним делать а пасное а его же его же шут эти самые термины мне кажется его как снести заново построить будет проще он продывает почему-то еще так наискосок хорошо пойдем сам дом посмотрим 600 сколько они хотят 675 тысяч вот мы тут заходим сейчас в дом так но мы не с официальной двери а так наоборот с неофициально это у них наверное гараж на одну машину гараж ну да тут такие ступенечки поднялись стиральная машина чекаешь то жутко жутко и что нет видимо кухни что китчен и золото да это казалось это красава герси сорок восьмого гуриза заходим в главную дверь в основную дверь у нас такой ливинг с камином тоже все такое старенькое окно как тесто окно такое большое нравится хорошо окно замечательно тоже вынуть заменить так тут у нас это у них был bedroom видите двери тут должны были бы висеть двери две двери вы видите петли они сняли для красоты две двери это старые старые закваски обогревательное устройство хитро так называемых так то есть не сам хитро а вот где выходит тепло так тут такой небольшой прямо скажем bedroom чик небольшой да тут подваливает я думаю чем-то подваливает чем чем бы это подваливала человечиим духом пахнет да он туалетик такой но все друзья вы представляете себе что можно поиметь за 675 тысяч ну света поделись к че тут делиться это дом фиксера породную но ты как человек который любит чуть построить перестроить вот ты видишь днем как какой-то интерес каждый интерес он очень как стать индивидуален конечно если ты живешь здесь и хочешь иметь себе rental property какую-то или что-то такое наверное на сдачу это можно в какой-то вид перестроить вот и представь себе что если ты платишь 675 тысяч вот сколько нужно денег положить чтобы этого сделать что-то что можно вообще сдавать задумал ну если не ломать стенки наружные оставить их допустим хотя тут конч термитов вообще немеряно да да вижу тут все съедено но я думаю что из за 200 мира можно было бы привести в чувство чувство на ой господи считаешь почти 700 тысяч 900 тысяч и допустим получается что а еще ремонт сделаешь тебе еще увеличат его стоимость все ближе налоги платить чуть-чуть увеличится если не ломаешь ничего но тут две спальни всего допустим про ту часть я вообще не знаю там воды нет как и отдельно сдавать и да а так она скорее всего нелегальная ну в сити говорит что можно провести воду то есть там риэлтор говорит что со стороны сити есть согласие что воду провести можно но если там сделать отдельный у них например с плитой со всеми делами допустим он сдавался может быть там за полторы тысячи еще допустим за пару тысяч две две с половиной может быть вот эта часть да все вместе получается там четырех из которых налоги будут съедать тысячу долларов в месяц то есть это три штуки навар другой стороны за тот дом который мы смотрели перед этим там тоже получается что если он сдается там за пять-шесть но ты платишь там тысяча триста каждый месяц пропорти такс потом учесть те же самые три штуки навара то есть как бы навар одинаковый только там тебе не нужно ничего вначале ну то есть как бы не выглядит сильно привлекать на весь и по не брали там будут по цене земли меня же они берутся как как дом не все-таки дом есть то всего надо чинить на уже есть проведу как только ты новый дом построишь тогда уже танцы плутина налоги в общем это все сегодня в долине вообще и здесь уже тоже такие становятся цены что не очень понятно вот с учетом того что должен платить налоги с недвижимости да где твой навар остается вот этот вопрос который навар то остается не очень большой в общем вот мы так как инвесторы посмотрели потому что для жизни смотреть невозможно нет